В канун Нового года глава Верхневоложья проводит традиционные встречи с общественностью. В Тверском областном театре драмы собрались люди разных профессий, чья деятельность так или иначе связана с развитием региона. Тему продолжит наш корреспондент Мария Шалованова. 2019 год стал для Тверской области знаковым. Это год подписаний крупных соглашений, привлечения важных новых инвесторов и реализации национальных проектов. На встрече Игорь Руденя обозначил, что для региона национальные проекты – это возможность выйти на новый уровень, стать успешным регионом с цифровой экономикой, современной инфраструктурой и эффективной социальной сферой. Уходящий год стал для нашей страны и для нашего региона важной вехой в истории. Началась реализация национальных проектов, которые разработаны по инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина по масштабу и системному подходу по достижению поставленных целей. Национальный проект является эффективным и важным инструментом социально-экономического развития России. В 2019 году заключены важные для Верхневоложья инвестиционные соглашения в агропромышленной сфере. Среди наиболее крупных проектов – животноводческий комплекс и комбикормовый завод на 900 тысяч тонн в год в Ржевском районе, свиноводческий комплекс на 450 тысяч голов в год в Бежевском районе, молочная ферма на 500 голов в Калининском районе. Подписано соглашение о сотрудничестве по строительству в Кашинском городском округе, высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего предприятия. Это самый крупный в Тверской области инвестпроект ВПК за последние годы – порядка 700 рабочих мест, 18 миллиардов рублей инвестиций. Заключаются крупнейшие в истории нашего региона инвестиционные соглашения, в том числе это контракты в агропромышленном комплексе в развитии высокотехнологичных производств. Тверская область стала центром инновационного транспортного машиностроения. Это новые перспективы для развития Тверского и Торжокского вагоностроительных заводов и смежников, которые работают с этими крупными предприятиями. На новый уровень вышла государственная финансовая поддержка у малого и среднего бизнеса. Принято законно о льготной системе налогообложения, открыт единый центр поддержки предпринимателей. Тверская область с каждым годом становится все привлекательнее для бизнесменов. У нас есть и объективные наши преимущества в плане логистики, географического положения, но и есть ряд решений, которые в 2019 году позволяют нам быть более конкурентоспособными. Это пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для сферы IT-технологий в 4 раза пониженной ставки, для большинства видов деятельности в 2 раза, из 6 до 3, из 15 до 7,5. Пока это только для вновь созданных предприятий. Я считаю, что эти законы сработают на легализацию бизнеса. Ну и, например, в плане тоже существующих налоговых льгот, послаблений, например, по налогу на имущество, мы здесь выгодно смотримся в сравнении с другими регионами. В этом плане, конечно, думаю, что тенденция на снижение количества субъектов предпринимательства должна прекратиться. В приоритетной для региона сфере туризма началась реализация крупнейшего инвестиционного проекта «Волжское море». Также развиваются его исторические направления. Например, сейчас на федеральном и международном уровне активно продвигается личность Михаила Тверского. И, по словам экспертов, это способно значительно увеличить турпоток в регион. Это очень значимое историческое место. И, в общем-то, подвиг Михаила Тверского все помнят. Это героический подвиг, который он отдал в свою жизнь за своих подданных, за другие своя. И мы очень хотим, чтобы эта тема звучала не только на уровне Тверского региона, но во всей Российской Федерации. И в том числе мы приглашаем сейчас послов. Посол Японии Тойхиса Котзуки. Я с ним лично разговаривал. Он дал свое согласие. Он хочет приехать на это место и посмотреть. Губернатор поблагодарил участников встречи за вклад в развитие Верхневолжья и выразил уверенность, что совместная работа позволит достичь высоких результатов в 2020 году. Закончилась традиционная предновогодняя встреча спектаклем, посвященным наступающему празднику. Продолжение следует...